Здравствуйте, уважаемые земляки! И представляю вам следующего гостя. Это кандидат депутата Народного Хурала по Калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 3 Санал Аляевич Балаев. Санал Аляевич у нас в выделенной партии пенсионеров. Это единственный кандидат от этой партии. Итак, Санал Аляевич Балаев родился в 1960 году в поселке Орцинхутаки Чененовского района. В 1983 году окончил Калмыцкий государственный университет и исторический факультет. Также прошел обучение Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Время обучения 1993-1994 год. С 1983 года по 1995 год работал учителем, замдиректора по воспитательной работе, а потом и директора Орцинхутинской средней школы Кочененовского района. С 1995 по 1996 год работал главный специалист отдела ценных бумаг Сбербанка Российской Федерации в Калмыкии. С 1996 по 1998 год ведущий специалист отдела социальной политики аппарата представителя президента Республики Калмыкии в городе Висте. С 1998 по 2002 год главный специалист отдела прогнозирования и мониторинга социальной сферы потребительского рынка и подготовки кадров Минэкономного развития Республики Калмыкия. С 2002 по 2004 годы начальника отдела экономической сферы и рынка ценных бумаг Министерства экономики Республики Калмыкия. Далее основание занимался общественной деятельностью с 2010 года и по-настоящему возглавляет ветеранское движение Республики Калмыкия по футболу с 2019 года председатель общественной организации спортивный туристический клуб Аэрад Республики Калмыкия. С 2021 года основанная деятельность является руководителем регионального отделения партии пенсионеров и в настоящее время кандидат депутат Народного хурала. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас очередное интервью. Это кандидат депутат по Калмыцкому одномандатному округу номер 3. Представитель партии пенсионеров. Я очень рад, что представить еще одну партию к нам пришел. Это Санам Аляич Баваев. Здравствуйте. Санам Аляич, очень приятно, что вы пришли. В первую очередь хотел бы немножко спросить ваше мнение, как вам наш проект. У нас на этом стуле сидят представители разных партий. Сейчас я зову экспертов. И сегодня вы пришли к новой партии, это партии пенсионеров. Как вы оцените нашу деятельность, охота, обратную связь? Я думаю, смотрите вы наш канал, наш интервью. Я с удовольствием смотрю ваш канал. Мне очень нравится. Неординарный подход, во-первых. Вопросы нестандартные. И люди необычные каждый раз думают, что придет новый человек, что он нового несет, что скажет. Передо мной выступает молодой человек из города Коска. Мне очень понравилось его эмоциональное выступление. Чувствуется человек. Александр Поляков. Да, Александр Поляков. Все новые имена открываете. Это очень радостно. Я думаю, это рейтинговая передача. Мне самому лично, как выдвиженцу, мне одномандатнику, который собирал подписи, мне хочется поговорить с вами вживую. Спасибо, Александр Владимирович. Ну, давайте у нас 30 минут на каждого кандидата. Правила такие. Первое правило 30 минут, это тайминг. Второе правило, это мы говорим о себе. Хотите, если кого-то хайк критиковать, можете, но это все должно быть обоснованно. Ну, желательно о себе, от себя, про себя говорить. И разделим на две части. Сначала поговорим про вас, как кандидата по 1 на 1 округу. И немножко о той политической ситуации. И о тех планах, на мерениях, которые вы, если будете депутатом, если станете депутатом, будете реализовывать. Почему Санава Валяевич Бываев решил выдвигаться в народный храм? Спасибо. Другой друг. Кто такой Санава Валяевич Бываев? Другой друг, я вам скажу так, вся жизнь моя, которую я прожил, мне 63 года, я 60-го года, родился в Кичинерах. И вот анализируя, как будто шел к этому выбору осознанно. Так получилось, что я никогда не участвовал, никогда до этого, в никаких политических партиях, никаких политических движениях, кроме выборов в 2003 году, когда выбирали в Госдуму. Там шел Сенглеев Юрий Борисович, там шел Кулик. Вы тоже были кандидатами? Нет, я был просто доверенным лицом. А, вам помогали. Я потом к этому вернусь, и есть там поучительный урок с этих выборов, скажем так. А так я родился, вырос в большой семье. Родители мои простые люди. Отец у меня учитель по образованию, мать ночная няня всю жизнь проработала. Воспитали семерых детей. Я третий по возрасту, пятеро братья, две сестры. Вот, скажем, большая семья. Всем дали образование. В своемном возрасте? Да, я вырос в Балцухуте. Раньше он назывался поселок Залюной. А еще раньше, до 63-го года, назывался фирма номер 3, Ергенецкая, относился к поселку Ергенецкой. Ну, получил образование, хорошее, я считаю, на исторический факультет поступил в 77-м году. Каналу? В 83-м году закончил. Вот тогда поступали на исторический факультет, в то время, в период развитого социализма, это было престижно, конкурс был высокий. Вот так получилось, что я поступил, успешно закончил. У меня были прекрасные преподаватели. Аглаев Юлия Чешич, скажу. Вот, прекрасный человек, со своей точки зрения, вы его прекрасно знаете, наверное, да? И, хочу сказать, Владимир Дахаевич Убушаев тоже, мой, Убушаев, мой непосредственно тоже преподаватель и наставник, скажем так. Мы тогда получили хорошее базовое образование. Пошел я работать в школу, сперва. Начинал я в Нарухутовской средней школе, потом продолжил его в Шевмерской и засел 13 лет в Авсухутинской родной Залюновской, тогда еще назывался, повезем района в школе. Начинал я с родового учителя, затем по воспитательной части был заместитель директор, а потом стал директором школы, сам молодой директор. Да, сам молодой директор школы был, мне было 30 лет. И был план Громадео, и такой период я попал, как раз в период распада, период перестройки. Многие идеи было, новых начинаний. Мы проводили различные конкурсы, что, где, когда тогда было популярно. Конкурс красоты, вот что интересно, тоже такой вид проводили конкурсы. Различные мероприятия, патриотические и так далее, военно-патриотические, спортивные мероприятия. Я хочу похвастаться, что наша школа была одной из самых спортивных школ в республике. Она до сих пор, по-моему. Да, мы воспитали 8 мастеров в спорт СССР, кто это еще может сказать. Я даже могу сказать смело, что, наверное, Залюновская средняя школа, теперь от Сокурсиска, была самая спортивная школа в России. Может быть, даже в Советском Союзе. Но душ населения, у нас столько кандидатов в мастера спорта, столько перворазрядников друг на друге, прям, можно сказать, сидят. Зал спортивных был заполнен. Вот кипучая энергия была. Я доволен, горжусь этим, что создавал условия для спортсменов. На выезды их отправлял, да, несмотря на какие-то тяжелые условия учебы. Но все равно ребята получили хорошее спортивное проживание. В связи с чем выбор, в связи с чем такое направление политика. А вот я говорю, в 93-м году я резко поменял свою специальность. Мне предложили обучение Российской архитектурной госслужбой. Город Москва. Очередная форма обучения. Я оставил своих трех детей на семье и поехал учиться в Москву. И оттуда мне, как говорится, все перевернуло. И еще я там участвовал, можно сказать, в поддержку, когда был обстрел Белого дома. Почему? Вот, да, вот 3-4 октября 2004 года как раз мы там учились. Вот это все на глазах проходил, комендантский час. И вот тогда мое сознание изменилось немного. Я, конечно, был по своему идеологии, по своему направлению, да, мировоззрению. Либеральное направление было у меня. Больше в этой части у меня было. Ну, жизнь потом заставила. Я тут переехал в город. В 95-м году переехал с семьей в город. Работал с первой мэрией. Потом в Министерстве экономики проработал 6 лет. Оттуда перешел в воздухоопорный комплекс спортивный. Потом возглавил ООО «Отель-интерсервис». Там почти я проработал 10 лет, хочу сказать. И по всяким, скажем, если между нами говоря, если нас слушают, так получилось, что меня уволили, может быть, по политической части, ну, по политическим мотивам, скажем так. И я оставил работу в 96-м году и ушел на пенсию. И стал заниматься общественной работой. В частности, я возглавил ветеранское движение, спортивно-футбольное движение «Ветеран Республики Калмыкия». Потом стал официально значить региональной общественной организацией Федерации футбола в залах. Потом я стал председателем общественной организации спортивно-туристического клуба «Айрат», который мне вот сам Берджи Юрий передал, «Царство имени небесное». Прекрасный человек, краевед, патриот Родины. Вот он как раз участвовал в этом караванном пути, знаменитом месте, с Конюхом. А потом я полностью перешел на общественную работу, получил предложение возглавить региональное отделение партии пенсионеров. Он называется сейчас Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Какой год? Это в 21-м году. На 18 июля, на день своего рождения, получил такое предложение. Но как раз выборы... В Госдуму. Да, в Госдуму. И я полностью... Мне предложили участвовать в выборах этих. Мы с вами конкурировали. Мне это, скажем, не то, что понравилось, я получил большой опыт политический. Хороший опыт, встретился с людьми, узнал... Учитывая, что у нас была такая трудная компания 21-го... Ну, не трудная, а интересная. А почему именно партия пенсионеров я решил? Да, говорим про партия. Да, это партия старшего поколения, партия моих родителей. Я сам уже пенсионером стал, и думаю, сам незащищенный, счастливый. Здесь я задам вопрос, метафоричный. Мне кажется, партия пенсионеров, я думаю, такие дедушки, бабушки сидят, перед телевизором, и они все... Кто такие? Кто такие партии? Кто члены партии пенсионеров? У меня вот так вот. Глубокое заблуждение. Вот, как у вас... Это глубокое заблуждение. Сегодня пенсионеры вообще молодились. Вы знаете, вот по уходу, да, по стажу уходят военные пенсионеры с органов полиции. Педагоги, медики, полиции. Педагоги, медики по стажу уходят и омолодился возраст. А, то есть пенсионеры сейчас стали... По стажу, да, по работе уходят. Некоторые уходят, скажем, по здоровью уходят, да, тоже много у нас таких. Я скажу, что когда повышение возраста пенсиона было, вот, единственная партия, которая выступила против этого. Вот, я почему хочу обратиться телезрителям, зрителям, своим избирателям, что единственная партия, которая выступила конкретно против повышения пенсионного возраста. Мы это понимали, что это пагубно. Но потом, когда изучили, мы даже сегодня, наша партия выступает против отмены вообще всякого возраста пенсионного. Человек должен идти или по стажу, или в состоянии здоровья. Если он хочет работать, иметь здоровье, работать и после 65 лет, после 70 лет он должен работать. А, то есть другой подход сразу. Да, совсем другой подход. То есть... Какая-то логика в этом есть. Конечно. И партия пенсионеров, я вам скажу, что выступает за то, чтобы... Все думают, что партия стаж покорит. Это партия всех покорит. Ну вот, я говорю, у меня такое ощущение, что пенсионеры хотят, чтобы у пенсионеров было все хорошо. Или нет, за кого они радеют? Все правильно, конечно. Это понятно. Это только пенсионеры? Они хотят, чтобы было только пенсионеры? Надо зреть немного корень. Все будем мы рано или поздно пенсионерами. Все молодые люди, которые сегодня работают и обращаются, они должны работать на свое будущее. А, здесь я знаю. Вот. Как ты заработаешь свою пенсию, такую... Ну, стаж работы, столько ты будешь получать пенсию, да? Вот накопительную часть, это одна сторона. Но с другой стороны, все-таки старшее поколение, я старшее поколение, они стареют, к сожалению, болеют, да? У нас очень много проблем. Значит, перейду, уйду на пенсию, перейду в партию пенсионеров. Буду рад. Будем рад. Будем заниматься проблемами пенсионеров старшего поколения. Будем мы с тобой заниматься тем, чтобы в республике у нас пенсионеры имели достойную пенсию, имели достойный отдых даже, понимаете, лечение. Ведь посмотрите, у нас сколько стариков сегодня находится на грани бедности. Это же страшно говорить же. Ну, хорошо, что у калмыков, допустим, очень и социально защищены эти категории. Ну, вы понимаете, не бросать своих стариков. Конечно. Вот как воспитаешь своих детей, такую получишь старость. Я поэтому обращаюсь, чтобы вы, молодые люди, сегодня работаете, да, не только думали о своей пенсии, но подумайте о своих родителях, бабушках, дедушках. Даже я вам скажу так, да, что кредит, закредитовались очень многие, да, и в основном пенсионеры тащат эти кредиты. Так же? Потому что у них есть источник. Работы постоянно нету. Работы не всем обеспечены. И поэтому ведь надо какие-то проблемы жилищные, ипотеку-то взять или другие бытовые проблемы решить, что-то купить хочется, да, улучшить свои условия комфортные. Поэтому многие кредитуются. Ну, и, конечно, вот пенсионеры, все на них ложится. Ложится еще на них вот ответственность воспитания не только уже детей, но и внуков. Многие у нас, вот вы знаете, миграция происходит. Геляна Герасимовна сегодня вот последний номер хальмута прочитал. Она вот открывает, раскрывает проблемы миграции. Ну, понятно, вот все, грамота. Кстати, я хотел два слова не сказать. Я с ней работал в период Министерства экономики. Я хочу сказать, что это очень талантливый, очень толковый и профессиональный руководитель. То есть хвалите? Да, я ее хвалю, потому что я знаю изнутри, что она медкрасный диплом сама закончила, из простой семьи сама добилась. Работала, мало кто может помнить, что ее биография, она работала министром инвестиций в Астраханской области. Это большой опыт. Вот Астраханская область все-таки это, ну, не сравнить с Калмахией по своим экономическим показателям, скажем так. И поэтому я хочу сказать, конечно, это опыт нельзя так сразу хаять кого-то, что вот не получается. Это очень грамотный и очень подготовленный специалист для своей работы. Уважаемые подписчики, большое обратить внимание, у нас на канале есть гость хвалит наше непосредственно председатель правительства, я думаю, это тоже. Я не хвалю, я просто констатирую факт. Ну, я понимаю, наверное. Оценивайте деятельность, то, что есть, то, что есть. То, что вижу, что... Ну, сказал бы, если, допустим, не знал бы, ничего не говорил бы, ну, я по делам вижу, что человек старается, человек любит свою родину. Ну, это я не рекламирую ее, но хочу другое сказать, что надо побольше, конечно, таких вот людей, которые будут гореть сердцем. Вот мы у нас лозунг, да, голосуйте с сердцем. У кого у вас? Пенсионер. Да. У нас даже, вот посмотрите, наш логотип у нас ладонь и сердце в руках. Мы хотим и сердце, и душу отдать своему народу, детям, внукам, в стране. Вот поэтому переживаем за ситуацию в целом. Мы же клуб мудрецов. Мы не должны своих детей, своих внуков звать на баррикады. Нам не нужна вот такая конфронтация. Нам нужен такой деловой подход. Нам нужен подход, который может быть решить все проблемы, сидя за столом, за круглым столом, желательно. Вот мы за этой позицией. Все надо... Ну, некоторые говорят, вот вы за власть, не власть. Причем тут власть, не власть. Надо решать проблемы в социальном политике. Да, социальном политике. Недавно был на Сырманжиеве, я ему задавал такой вопрос. Вот глава служебной коммунки, Бату Сергеевич Хасиков, ну, и везде телеграм-каналы, политтехнологи, политологи все пишут. Бату Сергеевич объявил о объединении. Такое сложное время нужно спротиться, встать, помочь. Как вы смотрите на это? Ну, вы уже об этом говорите. Вот я же говорю, необходимо нам такое понимание, как консолидация здоровых, реальных сил, которым мы можем помочь нашей республике. Вот страна находится в таком чаровом положении. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем партиям, ко всем избирательным объединениям, чтобы мы, когда проводим избирательную кампанию, все больше обращали внимание, в какую пользу принести нам, жителям Калмыкии. Ну, я, в частности, конечно, старшему поколению буду говорить про них, про пенсионеров. Хорошо, Александр Ильич, вот вы кандидат к депутату по одному избирательному округу номер 3. Что Александр Ильич, представляющий пальцем пенсионеров, будет обещать делать, если пройдет Народный хурал? Вот. Какую сейчас деятельность проводите? Да. Отвечаетесь ли с избирателями, получаете ли от них какие-то наказы, советы, там, поддержку, или наоборот, хайвать? Вот хотелось бы по этому поговорить, Александр Ильич. Да, центральный округ номер 3, город Элисты, это старые Элиста, скажем, да, и окраины бывшие. И я хочу сказать, это сложный округ во многих пониманиях, да, это центр города, во-первых. Ну, мне самому хочется сказать, что выбор так пал, что у нас мы должны выбираться одномандатнике от какого-то определенного округа. К сожалению, это притягивает к этому округу и обязывает. Но с другой стороны, я как одномандатник и как собирал подписи, да, опять в этом округе, хотелось бы мне шире идти на проблемы, обращайтесь побольше, да, на законотворчество. Но это наказы необходимы выполнять. Ну, когда я собирал подписи, когда я разговаривал с жителями моего округа, были, задавали мне конкретные вопросы, что вы можете сделать конкретно, у вас же нет ресурсов, у вас же нет возможности, вот, только будете обещать. Ну, я не собираюсь там идти подметать эти улицы или что-то латать дороги. Это должен делать каждый сам по себе, да, да. У нас есть и депутаты муниципального уровня, ЭКС есть депутат, который этим занимается, вот, есть непосредственно службы, которые этим занимаются. Непосредственно. Непосредственно управляющей компанией. Ну, у меня один вопрос тоже затронул, вот, дом, где жительница задала мне вопрос. Вот, посмотрите, говорит, хорошее начинание, что дом Городовикова, где проживал, по-самбадменовичу, вот, по улице Пионерская, раньше, вот, Городовикова, вот, находится, вывесили там мемориальную доску, все правильно, орден даже говорит, хотим мы ему, вот, его орден пресудить, да, чтобы, вот, орден Городовикова. Но, в то же время, вы посмотрите на состояние этого дома. Ветхое, оффшарпанное, неприглядный вид. Это возле прокуратуры, да? Да, рядом с прокуратурой, да. Вот, поэтому, я подумал, действительно, если мы что-то говорим, да, объявляем, то же время, значит, должны думать о том, в каком состоянии находится тот же дом, да. Ну, не обязательно этот дом, вообще, посмотреть всем нам, на состояние всех домов. А дороги какие, посмотрите. Я вот по улице Чапаева ходил, там, Махар, как говорится, Челябин, да, там ужасно. Да, там ужасно. А посмотрите, улица Эрдниева, там вообще нет асфальта. Там можно зимой вообще, как говорится, скользить и попасть на Кировскую улицу, как на лыжах. Улица Бадмая, посмотрите, в каком страшном состоянии там. Ямышный ремонт вообще там необходим. Да не только ямышный, как вот Байдукова улица, там капитальный ремонт надо. И таких улиц у нас много. Ну, дороги у нас, мы говорим, да, хорошие дороги строятся, да, между населенным пунктом, но вот между дворами, между улицами, вот эти, надо подумать об этом. Вот это другой бюджет, конечно, да, но надо подумать об этом. То есть вы будете понимать такие вопросы? Конечно, это необходимо. Мое дело задать, создать условия для того, чтобы те же коммунальщики работали, добросовестно работали. Достойно зарплаты, им же нужно, им тоже людей не хватает. У нас, хотя вот проблема, говорят, трудоустройство, ведь людей не хватает, что интересно, почему-то. Многие производства не могут найти специалистов. Здесь другая проблема, проблема обучения, допустим, профессионально, кадров, да, у нас раньше с ПТУ было, помните, с КПТУ, они ведь готовили хороших кадров, маляров, сварщиков, водителей, а теперь каменщиков, а теперь самоучки все, все бывшие учителя, все бывшие милиционеры, хватаются за мастеров и работают. Словика мастеров таких, да, такие как каменщики, те же сварщики, то есть ее на сегодня отсутствует и так сильно ее не обучают, да, в этой, все стали историками или там экономичными юристами, в большей степени, да, вот потребности этих профессий нет, и самое интересное, вот посмотрите сегодня, строители, кто у нас, это же бывшие учителя, бывшие полицейские, бывшие юристы, да, с высшим образованием, вот многие бригады идут, это реальные деньги, реальный заработок, да, и поэтому сейчас надо повернуть клин в другую сторону, вот производство производства надо увеличить. Все хотят еще и сразу, устанавливать. сейчас, я думаю, у нас получится хрен на образование технореи, вот, техническое образование, абсолютно, среднеспециальные, инженерные механики, среднеспециальные, слесарь, вы посмотрите, у нас вот работают мастерских, вот, в основном возрасте моего поколения, которые зубилы в руках, в большей степени работают, но сейчас у молодежи тоже есть. да, я смотрю, они с компьютером, там, все больше обращаются, как в интернете, там, собирают, даже, некоторые даже не имеют понятия, механизмы, они в интернете смотрят и говорят, так можно собрать, то есть технологии не стоят на месте. Я хотел за свое старшее поколение сказать, конечно, вот многие, уходя на пенсию, те же, вот, полицейские, те же военные, они не могут адаптироваться, ну, к минной жизни, вот, перейти, да, вот, профессию, наконец, не заиметь, социализироваться, как мы говорим, и поэтому надо побольше создавать таких курсов, и бесплатных, за счет федеральных, региональных средств обучения, чтобы они брали, профессиональную подготовку, элементарно, получили профессию, да, ведь, другую, идешь на работу устраиваться, с тебя требует, конечно, какую-нибудь корочку, что ты закончил, да, вот, необходим трактористы у нас, механизаторы, это очень интересный подход, у нас нету этих, был раз в Гордеевковской, Малгребетах обучали, да, на классе получили профессию машины с широкого профиля, а у нас на комбайн некого посадить сегодня, не имеет такого образования, понимаете, специфического, он прям садится, кто-то его наставник, отец или брат его сажает, и учит, как ему там все переключать. Здесь я согласен, мы очень такую, хорошую тему затракт, у нас чуть-чуть времени остается, в основном, Лея Ильич, у нас единственный конец, андитат по одномандартному округу, который собирал подписи, для того, чтобы пройти регистрацию, что сколько партия пенсионеров, не входит у нас в список, нету квоты, для того, чтобы просто идти без сбора по подписи. Я поздравляю вас, что вы сады брали по подписи, крайне короткие сроки. Вкратце, как это происходило, я думаю, наоборот, это хороший опыт, вы сказали, там, наоборот, с людьми, как коммуницировать. Так получилось, что я попал во временные рамп, цепь нот, скажем так, и вот за два дня, мне на выходные, 5 суббот, до понедельника, надо было собрать 355 подписей. И в одну округу? В одну округу сложно, как говорил Владимир Ильич, и в одну округу. Архи сложно. Многие не дают свои паспортные данные, многие негативно относятся вообще, когда подходят мои помощники, там, говорят, давайте, не хотят подписаться, не подходите, не хотим голосовать, протестность очень высокая, но тем не менее, объясняешь людям, вот иду, вот от партии пенсионеров старшего поколения иду, вот защищать интересы ваши, вот буду, не буду молчать, но слово оппозиция, вообще мне это слово не подходит сегодня к нашей, как говорится, к нашим выборам сегодня. Есть оппортунизм. Оппортунизм, многие думают, ну что такое оппортунизм, это личные выгоды людей, вот я могу сказать, есть оппортунисты, а не оппозиционеры, поэтому вот в этом понимании надо нам тоже двигаться, чтобы мы не были оппортунистами, а были вот реальные депутаты, кандидаты, если мы идем, чтобы мы оставили интересы реальных людей, вот развитие вот этих и сел, и малых городов, есть целая программа у нас в партии, обозначенная, я еще хотел вам сказать, что мы единственная партия, которая имеет свою идеологию, не лозунг, а свою идеологию. В чем идеология? Идеология вот его называется динамично развивающий консерватизм. Это что это такое? Консерватизм это стабильность, динамично развивающий, это все, что есть, было хорошее, вот даже пусть в советское время, что что было, вот мы вбираем его, и все, то что хорошее, мы плохое откидываем, спираль видно, развиваемся. Помните закон отрицания, отрицания, мы проходили по философии, да, своей, марксист-калинский, концептик, своей идеологии, там тоже был такой вот, закон отрицания, отрицания, закон, другие законы, природы, которые вот способствуют развитию общества, развитию нашего государства, то есть в двух словах идеология партии пенсионеров, динамично развивающий консерватизм, консерватизм, это стабильность. Хорошо, что партия с идеологией, вы сказали, что нет других, у КПРФ есть своя идеология, это идеология, внешняя идеология, мощная, надо поспорить здесь, я спорить не буду, да, просто идеология, которая уже, ну, вымерла, и 30 лет, они у нас сегодня со своей идеологией идут, ну, я хочу критиковать, но еще один вопрос, вашей пиарщики, так называемые, ну, которые в вашу сторону, ну, как бы, вас развивают в более хорошем свете, берут других кандидатов, начинают немножко критиковать и писать о них негатив. Ну, как вы считаете, в условиях, когда мы говорим о консолидации, так можно делать или нет? Скорее всего, критика это здоровая, надо вот, мы может даже им помогаем в этом плане их немного за этот период перебазироваться, переформироваться, расшатать их, немного обратить на это внимание и пусть высказывают свои тоже какие-то, может быть, взгляды, и если будет меня критиковать, я буду только этому рад, всякая критика, она дает прогресс, поэтому, или здоровая критика, я имею в виду, конечно, а мы никого там фамильные не огульим, давайте вкратце поговорим о ваших конкурентах, Бомбаев Владимир Харсахаевич, это РПСС, Выскорок Артем Петрович, ЛДПР, Дагин Артем Витальевич, партия РОСА, Манжи Купая Россия, справедливо Россия за правду, Цекира Жулта Евгеньевич, партия Единая Россия, Шавалиева Герлия Владимировна, новые люди, Шелханова, Донара Борисовна, кого бы вы отметили здесь как основного конкурента? Однозначно, Донара Шелханова, однозначно, ну, я бы не скидывал бы Бомбаева, Владимир Харсахаевича, мы с ним, кстати, и Выскворок, лидер партии ЛДПР, мы, да, это Артем, его сын, я так понял, Петрович, а мы участвовали на выборах небезыцветственного, с вами, но я их опередил, я был за вами, я за партии СРУ шел, но я считаю, после ваших партии, то есть основной конкурент у вас? Я считаю, что я среди них самая достойная Донара Шелханова, а вот представители Единой Россией всякие результаты, честно сказать, да, я понимаю, что административный ресурс есть, я его абсолютно не знаю, мы его там не знаем, но если объективно так разобраться, конечно, он может быть там, что-то значит, пригласите его, послушаем, я его даже, может быть, так и не видел его лицо, не видел его программы, может достойный человек, если вас кого-то приглашать и говорить, все достойны. Солоняйович, я говорил, что за заключительный вопрос, я, вот сейчас заключительный вопрос, вы играете в футбол, я знаю, вы до сих пор играете в футбол, что партия пенсионеров будет продвигать именно в спективной жизни, потому что сегодня у нас спорт развивается, на мой взгляд, и показатели хорошие, мы выходим уже где-то на международный уровень, где-то на российский, то есть идем развиваемся, вам и я имею в виду полностью во всех видах спорта, как вы на это смотрите, что будете делать по спорту? Спасибо большое, вопрос очень мне родной, как говорится, я хочу сказать, действительно, ветеранский спорт очень нужен, необходим, не только футбол, не только мини-футбол, который мы пропагандируем, но и волейбол, настольный теннис, даже шахматы, скажем, многоборье, оно необходимо для здоровья нашего старшего поколения, вот я проводил в течение 20 лет турнир, и провожу этот турнир, и буду проводить, в связи с его 80-летней депортацией нашего народа в Сибирь, дети в Сибирь, репрессивные, несловно, это очень популярно в Сибири ветеранов, приезжают в соседний регион, приезжают вот с Дагестаном, с Астраханской области, с Волгоградской области, приезжают со Ставрополя, вот я хочу сказать и приглашаю их на этот турнир, у нас три этапа проходят, не случайно три этапа, первый этап исход, называется, проводится день 28 декабря, после возложения венков, и на исход памятника исходим, не только на название, но и мероприятие, посвященное памятникам. И второй этап, это возрождение, я на Вориписе, в седьмом году нас сюда вернули, вот это выиграете уже, да, и третий этап называется ради жизни на земле, вот расширенный, тут мы уже выходим в мае месяце на хорошей площадке, доказать, что мы живы, поколение не осталось, дети Сибири уже никого нет, уже внуки играет в Сибири, но вот, а когда мы начинали, дети Сибири играли, по региону они как, Красноярский край, Алтайский край, Новосибирский, а теперь вот мы название оставили, а играет уже, один представитель должен быть обязательно, это очень популярно, спасибо за этот вопрос, вот, ну, ветеранский футбол, ветеранский спорт, он должен быть, и он должен развивать, и он должен развивать, пока живой будет, независимо от того, будете депутатом, будете депутатом, оно было и будет, и вот в заключении, традиционно, мне бы хотелось, чтобы вы пару слов сказали своим избирателям, нашим подписчикам, Дорогие друзья, вот некоторые у нас депутат, кандидат предлагает голосовать головой, а я вам предлагаю голосовать сердце, хочу, чтобы вы пришли, подумали о своем будущем поколении, о своих родителях, о своих дедушках, бабушках, наконец, ну и пожелаю, чтобы у нас был всегда мирный, не обладает головой, спасибо большое, спасибо за надежность, что пришли, буду рад видеть на дебатах, заимно.